слава богу братья и сестры господь нас от гибели спас и такие знаете очень сильные слова навеки навсегда слава богу навсегда навеки это означает что его слова она непоколебима вечная бог никогда не меняется не изнемогает и если он сказал то его всегда слова да и аминь и как это проверить а мы живые свидетели этому да то есть если бы мы сюда не пришли бы то мы бы нет смысла не имели но каждый из нас пережил свое время приход иисуса христа и когда иисус христос приходит к верующему человеку я именно к верующему воистину да то жизнь его меняется слава господу и мы сегодня те свидетели живые что наша жизнь поменялась но слава богу очень важно знаете отметить чтобы наша жизнь менялась до того когда мы умрем потому что библия тоже нам показывает что должно человеку родиться и когда тот человек должен умереть и жизнь она дана ему 1 1 1 там нету никаких там перекарнации там воплощение из животных там еще куда-то как многие знаете придумывают доски лжеучения так подумают бог показывает есть дана одна жизнь и важно как ты на этой земле проживешь но бог всегда дает нам шанс бог всегда дает нам выбор и во христе иисусе он дал нам выбор до чтобы мы оставили что и оставляли злой путь примирялись господом и жили что в благословении были добрыми были благодаря его милости слову чтобы наша жизнь менялась когда мы оставим этот земной путь что тогда наша жизнь это до внутреннего человека перейдет куда вечность слава господу потому что также нам слово божье говорит что есть вечная жизнь иисус христос об этом свидетельствует но перед тем как он свидетельствовал он говорил что на земле он находился он также свидетельствовал и знаете какое важное свидетельство он говорил и написано это в евангелии от иоанна 7 главы 7 стиха 77 вас мир не может ненавидеть а меня ненавидит потому что я не может ненавидеть а меня ненавидит потому что я свидетельствую о нем что дела его злы слава господу о чем здесь нам говорится что иисус христос он знаете не лице не лицемерил он говорил так как она есть он показывал что люди живущие на этой земле склонны грешить и жить во грехе потому что когда-то когда-то я уже найти не буду об этом подробно говорить адам и ева они жили в раю но они были обольщены грехом этот грех вошел в их внутреннего человека и тем самым он передается нам до сего дня тем людям которые рождаются поэтому иисус христос его жертва его милость она совершена для того чтобы избавить каждого человека который родится или который уже родился от греха и от беззакония слава господу и мы видим так же найти такая история которая говорится о богаче лазаря но эта история она я верю она была на самом деле она была найти реальной потому что иисус говорит что жили два человека я не говорю там даже допустим о том что один жил там богато другой бедная и говорит что богатство это плохо бедность это вот дайте проклятие каждый выбирать путь свой но смысл в том что даже те блага которые человек имел на этой земле и бог дает на мои возможности не пользоваться благами но что там говорит он пишется блистательно он не прославлял господа он не благодарил его за те милости которые бог дает сегодня на земле через пророков через апостола через живое слово библию и что он жил как ему захотелось но но все равно наступил тот момент когда он умер и был внесен куда в нехорошее место где был от где был скрежет зубов об этом иисус также говорит но и другой человек лазарь который также умер но что он был отнесен на луна авраама он был отнесен там где и божье было присутствие там где был господь который сохранил его от вечных мучений поэтому иисус свидетельствует миру о зле что если ты живешь делаешь беззаконие делай зло то что твое твой дух твоя душа будет отнесена куда нехорошее место то есть от озеро огнено есть много разных местописаний которые об этом говорится особенно в книге откровения но я хотел бы сегодня заострить ваше внимание свое а другой притче которая записана от евангелия матфея с 13 главы здесь как бы две такие коротенькие причину они соединяются одна в одну и написано 44 стихе и 45 стихе и 46 три стиха еще подобно царство небесное сокровищу скрытому на поле которое найдя человек утаил и от радости о нем идет и продает все что имеет что имеет и покупает по лету это первая следующая она переходящая еще подобное царство небесное купцу ищущему хорошую жемчужину хороших жемчужин который найдя одну драгоценную жемчужину пошел и продал все что имел и купил ее слава богу мы видим здесь показывается что люди они разбирали знаку и каких-то моментах они разбирались один найти нашел драгоценность на поле другой нашел жемчужину но что здесь подчеркивается что им для них это было ценное самым основным самым найти приоритетным и это было что библия говорит царство божье слава господу это царство божье это принципы царства божьего и тут человек особенно хотел заострить о жемчужине который оставил сдать и продал все оставил все можно сказать да ну чтобы приобреть эту жемчужину и чтобы иметь ее слава богу о чем сегодня найти я как бы перед этим говорил и подводя к этому что иисус христос а который да мы сегодня свидетельствуем о котором мы уже также его свидетели потому что в определенный момент когда иисус христос он же и умер и мы свидетельствуем хлебопреломления мы принимаем это причастие что мы имеем чай что когда-то иисус христос пошел на голгофский крест на позорный на смерть это знаете такой негатив там найти боль крови тому подобное но это что обратилось что в победу победу для нас слава господу радость для нас потому что мы теперь там не висим на голгофском кресте мы не висим мы не мы не страдаем он пострадал за нас он вас к воскрес за нас но это слово божье говорит это для нас драгоценная жемчужина поэтому я привожу эту притчу о том что иисус он показал это самое ценное что ты приобретешь и тогда ты будешь иметь благословение не это земное а прежде всего божье а в божьем благословение ты имеешь и все благословение слава господу есть такая знаете история также об одном рыбаке я хотел бы параллельно привести которые нашел нашел большую жемчужину там несколько килограмм она была он ловил рыбу и там он найти нашел и что он сделал он ее положил себе под кровать и приставьте она 10 лет она у него лежала там под кроватью он не знал той ценности сколько что она может стоить миллионов долларов это жемчужина и он 10 лет он рыбачил он дайте не пользовался теми благами которые бы его он мог бы пользоваться знаете что он единственное дело он прикасался к этой жемчужины и читал что вот прикосновение у него будет удача он будет ловить рыбу но знали он что на самом деле прикосновение недостатную это найти это всего лишь только малая часть что не нужно тебе при ты мог бы воспользоваться этой жемчужиной потом уже когда знаете уже нашли это то точно так же люди которые живут в этом мире которые найти они может быть слышат о боге или даже верующие которые как бы там верят но они просто прикасаются к этой жемчужине и все и живут как как раньше но слово божье говорит что нужно оставить все продать все и приобрести воспользоваться этой драгоценной жемчужиной который есть иисус христос я верю что мы те люди которые осознали и оценили ценность иисуса христа ценность тому что он для нас сделал ценность тому что он для нас приготовил и каждый из нас уже мы имеем благословение переживания прежде самое важное благословение переживания это знаете какое братья и сестры библия нам было показывает что я приду и дам вам мир аллилуйя дух святой когда он придет он даст мир и покой что ты будешь уверен в том что твоя жизнь она в руках господне что ты в любой момент когда ты не будешь бояться смерти и тем самым ты свидетельствует что ты имеешь часть с господом поэтому иисус христос сказал когда вы будете это делать мое воспоминание вы будете знаете тем самым свидетельствовать что я для вас драгоценность что я для вас ценный что царство божие для вас важно и слава богу и я буду благословлять вы будете пользоваться всеми теми благами царства которые бог да имея слава господу потому что у бога все все ресурсы этого мира аминь вы согласны у бога все есть у бога есть жизнь который он дает и бог дал жизнь и бог можно знаете распределяться так как ему угодно и самое важное чтобы мы были на стороне господней чтобы мы также были теми свидетелями которые уже сегодня свидетельствует миру этому а зле домой многие люди могут нас ненавидеть или не принимать потому что их же они не хотят меняться но слово божие говорит чтобы мы сегодня благовествовали чтобы мы сегодня свидетельствовали чтобы мы не оставляли проповедь евангелия чтобы каждый мог найти не спрятать эту жемчужину под своей кроватью и там где-то пользоваться неполноценно сам и другим не давать но слово божье говорит я дам тебе дары я дал тебе таланты а ты должен их умножить ты должен их распространить я буду уже заканчивать проповедь такими очень знаете сильными местом писанием очень важным который оставил нам апостол петр они записаны в первой главе я прочитаю с тринадцатого стиха поэтому возлюблены припоясавшись через ума вашего то есть слово божье также нас и говорит что мы должны делать практически чтобы мы знаете как бы не игнорировали чтобы мы ценили это царство божие чтобы мы ставили жемчужину божью на высоте слава богу и дальше я читаю совершенно уповательно подавая вам благодать явление иисуса христа аминь что мы сегодня делаем мы уповаем на его благодать мы каждый день нуждаемся его милость потому что милость его обновляется каждый день и мы должны это принимать решение как послушные дети не сообразуйте с прежними похотями бывшими неведении вашим но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках ибо написано будьте святы потому что я свят и если вы называете отцом того который нелицеприятно судит каждого по делам то со страхом проводите время странствования вашего аминь это для нас также наставление чтобы мы помнили вспоминали откуда вырвал нас господь чтобы мы не думали что мы чем-то чем-то лучше мы лучше только тогда когда мы во кресте но мы также должны быть знаете примером и свидетельством нашей жизни не только говорить но и поступать чтобы тот человек который еще на пути господа он мог увидеть свет и этот свет через себя божий свет аминь поэтому сегодня мы будем укрепляться и запасаться его божественной силой его свет и если вы называете отцу отцом я уже читал до зная очень важности 18 зная что нетленным серебром или золотом искуплены в отсутствии жизни преданной вам от отцов но драгоценную кровью христа как непорочная чистого акция предназначенного еще прежде создания мира но явившегося в последнее время для вас слава богу это благодать она работает и сегодня сейчас неизменно потому что иисус христос хотя он и не в теле у него уже тело другое прославленное но мы как тело уже христово мы есть его часть дух божий живет тебе и во мне и мы также знаете принимая в эту заповедь видимую мы свидетельствуем что он в духе сегодня среди нас дух святой среди нас уверовавших через него в бога который воскресил его из мертвых аллилуйя мы сегодня верим в иисуса христа не только умершего но и воскресшего его нету там в во гробе его тело прославлено и наступит момент когда и наши тела будут искуплены этим самым и также свидетельству ем что мы будем искуплены что мы принадлежим для его царства божьего поэтому мы даже сегодня найти обновиться внутри возрадоваться еще больше что мы имеем эту драгоценную жемчужину которая не должна лежать там где-то найти на задворках но мы должны ценить это жемчужина мы должны говорить о ней мы должны знать эту цену цену спасения сегодня братья и сестры многие уже обесценивают спасение свое кидаясь какие-то супер откровения какие-то супер знаете там помазание так называют но не ценю просто спасение души своей который для ради чего иисус в основном и страдал умирал за спасение поэтому иисус сказал вы радуетесь что вы какие-то сверхидействия происходят через вас на этой земле но этому не главное радуйтесь а радуйтесь что вы записаны в книге жизни поэтому мы сегодня свидетель что его кровь она драгоценна что и кровь она святая что мы уверовавшие до через его бога который воскресил его измер и дай ему славу чтобы вы имели веру и упование на бога послушанием истины через духа очистившие души ваши к нелицемерному братолюбие постоянно любите друг друга от чистого сердца как новорожденный не от тленного семени но от нетленного от слова божьего живого и прибывающего век ибо всякая плоть как трава и всякая слава человеческая как цвет на траве засохла трава и цвет ее опал но слово господне прибывает у век а это есть то слово которое вам проповедано слава господу то что здесь проповедуется то что мы имеем не просто библию потому что иисус это слово нетленное вечное и важно чтобы она была расстроена нашем сердце и важно чтобы мы говорили жили поступали тогда мы через это слово мы очищаемся обновляемся и входим его небесные врата потому что бог он есть это слово и его слово она творит и она сегодня будет творить изменять в нашу внутренность и будет совершать спасение не только сегодня но завтра и до прихода его и в долг кончины нашей как здесь говорит что жить человеческая она пройдет но слово господне пребывает вовек и если это слово господне пребывать внутри твоего сердца твоей жизни то и автоматически ты прибудешь слава богу давайте мы помолимся прославим за это нашего господа вас благодарим за дар его спасение который мы сегодня имеем господи мы благодарим тебя мы славим тебя нашего небесного отца нашего живого святого бога которого мы уверовали которую мы верим и исповедуем нашего иисуса христа спасителя господа бога который дан нам сегодня верую как дар на этой земле чтобы каждый каждый человек мог 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 принять его личным господом принять спасение принять жизнь вечную благодарим тебя дорогой иисус и сегодня здесь на этом месте мы свидетели живые тому что ты спас нас тому что ты освободил нас от смертных грехов тому что ты освобождаешь нас и изменяешь наши души и наши тела мы также отдаем тебе в богу живому в живые боже служение твои аллилуйя что мы тем более сегодня не принадлежим для этого мира мы сегодня свидетельство о том что мир лежит во зле но мы также как эти светильники твои можно находясь в этом мире свидетельством то чтобы каждый человек мог примириться с тобой как мы когда-то примирили с тобою когда-то кто-то нам также проповедовал молился и мы сегодня благословляем каждого человека который мы будем встречать на пути проповедую евангелие не только словами но и делами господь благослови зле еще больше силу твою на нас чтобы мы были господь твоими истинными детьми всегда не только в какое-то мгновение но постоянно жить свято постоянно пребывать твоей правде потому что слово твое оно пребывает вовек потому что слово твое неизменно боже наполняй твоим словом укрепляй твое слово и заливать твое слово в каждого на наше сердце чтобы мы могли еще больше возрастать вере еще могли больше подниматься и благослови и дальше богослужение которое проходит здесь господь чтобы мы и боже радовались этому дару спасения что каждого есть возможность спастись каждому есть возможность покаяться во грехах и примириться с господом потому что господь он не только умер за наши грехи но он и воскрес для нашего спасения аллилуйя мы славим и благодарим тебя боже иисус за спасение мы благодарим тебя святой дух святая троица что ты пребывай среди нас что ты единый неразделимый наш господь и бог аллилуйя аллилуйя что наши имена записаны в книгу жизни и мы сегодня в этом клепо преломлении будем свидетельствовать совершать эту заповедь что мы есть завете с тобою что мы искуплены драгоценную кровью креста аллилуйя и что твое тело она была побита за нас чтобы ранами твоими мы были истильны истильный чтобы ранами твоими были селены наши души наши божьи раны они сегодня модже исцелены аллилуйя мы сегодня освобождены и мы сегодня наполнены твоей благодатью Благодарим Тебя наш Бог, благодарим Тебя Иисус Христос, благодарим Тебя Святой Дух, что Ты, Боже, вдохновляешь и открываешь там, и даешь мир в наше сердце, уверенность в том, что мы сегодня избраны, предизбраны Тобою, что мы есть народ, который призван к добрым делам их совершать, свидетельствовать Твоей Евангелие. И когда апостол и церковь, где они святых апостолов молились, они говорили, Господи, Владыка Божий, дай нам со всей смелостью проповедовать Евангелие Твое, благую весть о том, что Ты совершил, о том, что Ты сделал, и что сегодня каждый-каждый человек на этой земле имеет эту возможность принять верою. И мы благодарим, что мы приняли также верою, потому что мы находимся здесь, мы есть Твое тело, мы есть Твоя семья, и наступит тот момент, когда становится наша жизнь эта земная, мы перейдем в другую жизнь, Аллилуйя, в вечную, там, где Ты, там, где мы увидим Тебя явно, там, где будет открыта еще больше сила и слава Твоя. А мы за все, за все благодарим нашего вечного Бога, Отца и Сына и Святого Духа.